На черном фоне появляется белая надпись «Гараж» латинскими буквами «Затемнение». Данное видео сопровождается тифлокомментарием. К сожалению, из-за объемов материала, использованного в ходе лекции, не все изображения будут описаны. Лекции сопровождаются переводом на жестовый язык, в связи с этим возможны небольшие паузы в аудиодорожке. Добрый вечер. Йозеф Бойс и Энди Орхол – это, конечно, два художника, наверное, самые самоштабные друг к другу и самые контрастные, которых только можно найти в искусстве второй половины XX века. В Москве в 90-е годы даже шутка такая ходила, ты кого больше любишь Бойса или Орхола, что звучит примерно так же, как кого-то больше любишь папу или маму. И ответ на этот вопрос так же невозможен, потому что, конечно, и без одного, и без другого современное искусство невозможно. И, в общем, выбор очень сложный. Но выбор как бы диктующийся, потому что действительно эти персонажи, с одной стороны, у них есть много общего. Именно самоштабность, то, что оба стали такими признанными иконами или звездами современного искусства. Но это даже не очень важно, потому что, конечно, звезды и художники, которые уснавались, которые были и до них. Это можно вспомнить и Сальвадора Дали, можно вспомнить Поку Пекассо, в конце концов. Но и Пекассо, и Дали, и Полок – это все-таки художники, которые в сознании зрителей существовали, в сознании публики существуют, как художник, который пишет картину, как художник с кистью в руке перед Мольбертом и так далее. В общем, в варианте Дали – это такой еще утрированный художник с кистью перед Мольбертом. Черно-белая документальная фотография – фрагмент зала галереи. На стенах видны большие фотографические портреты. Зал наполнен людьми. На переднем плане стоят Уорхол и Бойс. Слева Энди Уорхол – мужчина среднего роста. Волосы, крашеные в седой цвет, чуть длиннее среднего, аккуратно причесаны. Одет в черный пиджак, белую рубашку и темный галстук. Справа – Йозеф Бойс. Высокий мужчина в фетровой шляпе, белой рубашке и рабочей жилетке с объемными карманами на груди. Что касается Уорхола и Бойса, то это художники, которые, собственно говоря, достаточно радикальным образом поменяли представление о том, чем, собственно, занимается художник современный, что это за фигура такая, какие у него функции, какая у него роль, какое его место в обществе. Оба они предложили свои варианты, совершенно диаметрально противоположные того, что такое сегодня художник. У Бойса художник – это жаман, и одновременно художник – это политический лидер, активист, властитель дум, человек, который ведет за собой массы, придумывает политические партии и занимается всей той деятельностью, которой занимался Бойса, о которой мы сегодня будем говорить в лекции. Уорхол – это художник, который является пол-звездой, который является светской селебритис, и который, наоборот, предлагает некую абсолютную пассивность художнику. Художник, который является Дэнди, художник, который сохраняет какое-то индийское правило, ничему не удивляется. Опять-таки, они предлагают абсолютно разное отношение к обществу, отношение к политике. Уорхол – это художник, который считает, что стремится изменить мир, стремится его революционизировать. Уорхол – это человек, который мир принимает таким, как он есть или таким, как он стал. Поэтому, в одной из самых распространенных упреков Уорхол – что-то художник ополитичный, что-то художник циничный и в каком-то смысле фаталистический. При этом и для современников своих они были похожи, достаточно забавным для нас формальным образом, потому что кто-то другой использовали в своем творчестве обыденные предметы и обыденные материалы. Те материалы, которые не использовали для них в искусстве, которые до этого не были приметами высокого искусства. И похожи они, может быть, еще и люди, которые друг друга знали, которые общались все время, которые, как раз бы Уорхол устраивал вечеринки в честь Бойса. И каким-то, так же, как и Дали и Дюшан, которые тоже кажутся абсолютными противоположностями, герои нашей первой лекции, которые при всей своей диаметральной противоположности оставались прекрасными друзьями, потому что только два противоположных человека, может быть, на самом деле понимали, кто из них, что из себя на самом деле представляет и кто чем занимается. Я думаю, что, может быть, с Бойсом и Уорхолом была похожая ситуация, и они тоже прекрасно понимали, что они делают. Бойс говорил, что Уорхол – это один из тех художников, с которым он готов сотрудничать, не буквально делать общий проект, но, о котором он имеет в виду, когда он делает то искусство, которым он занимается. Куратор московской выставки Бойса, которая была в Румсении на Гоголевском, Вайкин Блюм, говорил, что у них действительно, может быть, что то общее, которое у них есть, что они, так или иначе, критиковались общество потребления, критиковались современного общества, критиковались разных позиций, критиковались по-разному. Это тоже понятно, но это один из моментов, который сближает. И другой момент, что оба они, предлагая вот эту абсолютно новую роль художника в обществе, художника, который занимается не производством предметов искусства, не производством предметов для авторинга, предметов для музея, а занимается какой-то более всеобъемлющей и более странной деятельностью, они, не типичные робы, они одновременно и завышали, и занижали роль художника. Для Бойса, в обоих случаях, художник оказывался чем-то большим, чем вот этот самый производитель искусства. Для Бойса эта фигура художника, эта фигура шамана, эта фигура одновременно очень значимая, фигура достаточно смиренная, потому что шаман – это человек, через которого говорит что-то, что больше, чем он. Шаман – это фигура, которая оказывается не неким самостоятельным действующим лицом, а посредником между, ну, в случае классического шамана, словно говоря, между миром людей и миром нечеловеческих сил, миром духов, миром животных, миром вертвых и так далее. А фигура, слуку, которую мне хотелось подобрать для Орхола, для этой лекции, это фигура медиума. Медиума немножко в таком техническом смысле, немножко с оттенком вот этой Маклюиновской фразы, что медиум – это и есть месседж. Медиум – как некое техническое средство передачи и регистрации информации Орхола, но при этом медиум, который сохраняет свое первое значение, опять-таки посредника между разными мирами, между разными реальностями. Орхола – это действительно человек, который, как вы при жизни называли, человек в зеркалах, человек, который позволяет миру, людям и всему, что происходит, тому образом этого мира отразиться в нем, мы, в принципе, ничего с ними не делаем. Человек, который хочет быть художником, который хочет, что он хочет быть машиной, что он хочет, опять-таки, предельно снизить свое личное присутствие в том, что он делает. И тоже это фигура, которая в каком-то смысле и выше, чем просто художник, и при этом это некая фигура смирения, потому что художник медиум, художник-посредник, художник-регистратор, или ретранслятор неких образов – это гораздо меньше, чем такой художник в традиционном понимании слова. И, как бы, поэтому вся объявляющая стерка заключается в том, что, конечно, Боис для него в какой-то момент тоже стал одним из персонажей вот этого самого огромного мира, которого он регистрировал, и он не зарегистрировал присутствие Боиса в нем он не мог, потому что Боис был таким же мощным фактором этого мира, как другие персонажи Ворхола, типа Че Гевара, Мао Цедума, Мерлиан Монро или Элли Сепрефли, не в силу своей соизмеримой звездности, а в силу своего неотъемлемого присутствия в мире. У Боиса, конечно, никаких портретов Ворхола не было, потому что у него, в принципе, это невозможно было, но, тем не менее, этот диалог между ними довольно долгое время существовало. И каждый из них еще важен тем, что каждый из них предлагает некую свое искусство, как некую свою историю. В связи с Боисом в целое понятие современного искусства возникает идея личной индивидуальной мифологии, и, собственно говоря, это индивидуальная мифология, которая больше, чем биография, которая может быть частично вымышленной, и, в конце концов, не так уж важна, вымышленная она или правдивая. Это действительно одно из таких, одно из фактов, которые Боис внес в современное искусство, только каким образом он не только прожил, но и рассказал свою жизнь. Боис, как немец, родившийся на немец, очень нетипично, родившийся в такой странной части Германии, на границе с Нидерландами, в стране, местности, которая гораздо больше напоминала Нидерланды, чем классическую Германию, потом родился в католической семье, и, собственно говоря, никакими беяниями времени, в котором он вырос, в этой идее мог быть затронут, но в это время никого не щадило. Черно-белая фотография. Портрет Йозефа Бойса. Видимо, портрет сделан в фотоателье на сером фоне. Молодой Йозеф Бойс в форме немецкой авиации времен Второй мировой войны. На нем кожаный шлем летчика. У Бойса правильные черты лица, нос прямой и немного курносый. Широкие прямые брови, светлые глаза. В детстве он интересовался самыми разными вещами. Он интересовался скульптурой, ходил в мастерскую, городскому скульптору, ну, там, скульптору, не художнику, а человеку, который делает на крови, занимается тем, чем занимается скульптор, как ремесленник. Увлекался, естественно, и наукой, но хотел, интересовался природным, был пастухом, потом, как-то, где-то подростком, он, судя по всему, сделал то, о чем мечтают все подростки, и так избежал с цирка на какое-то, сколько-то, какое-то лет, там, лето работал в цирке, то ли занимаясь животными, то ли, в общем, непонятный такой был эпизод с этим цирком, который очень сказался на том, что Боис сделал впоследствии. Как я уже было, интересовался естественными науками, и в момент, когда к власти пришли фашисты в этом городе, а в небольшом городе, так же, как и везде, сжигали небосвые книги на площадях, Боис спас из костра, естественная история вины, которая тоже была, почему-то попала в запрещенные книги, и занимался музыкой, и, собственно говоря, выбирал, думал, что, скорее всего, он станет врачом, он хотел стать доктором, педиатром. Но все эти мечты, все эти планы на будущее изменились, то, что, как и всех людей его возраста, его призвали в армию, он стал летчиком, воевал он на, в том числе и на Русском фронте, и там, в самом начале войны, когда его только что призвали, был совсем молодой человек, с ним случилась вот эта самая история, с которой начинается пресловутый миф о Боисе. Черно-белая фотография. Ровное поле с невысокой травой. В центре кадра искореженные металлические обломки самолета. Вокруг них стоят люди в военных шинелях. Люди изучают обломки. Пловутая индивидуальная мифология. Его самолет был сбит, и снежный уборок в Крыму, и Боис был тяжело ранен, и несколько дней, 12 дней, он был без сознания. Потом его нашли, в какой-то момент нашли его, его же соотечественники, доставили в госпиталь, подлечили, потом он вернулся на фронт, и довоевал до конца того мировой войны. Был несколько раз ранен, попал в плен, то есть, в общем, как бы, отгрев все, что получает человек, который прошел войну. Но он рассказывал, он рассказывал, некую замечательную историю о своем спасении, что его еще до того, как его нашли немцы, он упал на нейтральной полосе. И вот подобрали татары, кочевники татары, хотя не очень понятно, откуда в Крыму того времени были кочевые татары, никаких кочевых татар по идее не было. В то время подобрали эти татары, что они его спасли, что они его выхаживали в традиционной медицине, что в какой-то момент он очнулся в войлочной палатке, почувствовал запах войлок, в который его укутали, жира, которым его обмазали, чтобы спасти от морожения, и вкус меда во рту. И вот это ощущение меда, жира и войлока, и история про этих татар, которые его почему-то спасли, становится основой его мифа. Сейчас, в общем, даже почти все больше, скорее всего, это абсолютно придуманная история, сознательно придуманная, что никакой истинности Боис не настаивал, что в той же автобиографии, например, где он приводит эту замечательную историю, есть история про то, что про то, как Джейн Джойс лично заказывает ему иллюстрации кулису, иллюстрации кулису Боис действительно рисовал, но, конечно, Джойс не мог заказать никаким образом. Но очень важно, как конструируется миф, про что эта история. Он проводит какое-то время без сознания, то есть это история про перерождение, про инициацию, про перерождение, про рождение в другой функции. Считается, что он пережил смерть и перерождение. Боис становится художником, в конце концов. Что важно, что его, как бы западного воина, человека Запада, человека западного мира, пришедшего воевать, потому что идет война, война идет за земли, спасают люди Азии, спасают люди другого народа, спасают кочевники. Кочевники, для которых эта идея земли, как страны, земли, растеленные на государство, земли, растеленные на землю, за которые надо воевать, не важна. То есть идея, государства, страны, территории, за которыми ведется война, и кочевники, которым эта война не нужна, потому что у них нет идеи территории, страны и земли. То есть его спасают вот эти вот люди, абсолютно противоположные ему, люди архаической культуры, что тоже очень важно, и спасают его с помощью вот этих самых органических материалов, органических субстанций, которые потом становятся основными субстанциями, с которых бой создает свое искусство, субстанциями, которые всегда имеют функцию вот этого, связанную с исцелением. Черно-белая фотография. Молодой Йозеф Бойс сидит за столом на фоне окна. Он повернут боком к зрителю. На нем белая рубашка и темный костюм. Рубашка и костюм сидят не очень опрятно, короткие волосы немного растрепаны. На столе стоит керамическая ваза с кистями. На коленях у Бойса лежит блокнот. Он что-то зарисовывает или записывает в этот блокнот. Связано с целительством и со спасением. Бойс после войны, когда Бойс возвращается, естественно, оказывается в Германию и пытается какое-то время вернуться к естественным наукам, ему это становится скучно, и он начинает заниматься искусством. Заниматься искусством. Он и учится, он у художника, его учитель, оказывается, художник, модернист немецкий, который был одним из них, который национал-социалистов включили в выставку с генеративным искусством. То есть один из них, который был в Германии. После военной опять возвращается к профессиональной деятельности. Бойс начинает с того, что делает живопись, играть вот такую абстрактного, символистского толка, вот это делает, коллаживает своих работ. Он впервые начинает использовать органические материалы, он начинает делать материалы, которые потом вставят основу и будут всталять. Он использует мед, он использует пятна жира, он использует золото, он использует кровь как краску. Не, 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 непонятно. Не знаю, правда, чью кровь животных или человека. На белом листе в центре большое пятно неправильной формы темно-коричневого цвета. Пятно занимает большую часть листа. Оно состоит из отдельных небольших мазков. В центре пятна оставлены незакрашенными два женских силуэта. Это обнаженные женщины, рук не видно. Одна фигура стоит, широко расставив ноги, как будто танцует, вторая стоит на коленях, запрокинув корпус назад. Он разрабатывает свою мифологию, где есть Чингисхан, где есть Монголы, где есть шаманы, то есть пока он ее рисует. И начинает делать первые скульптуры и объекты. Тогда он еще работает уже в 50-е, 60-е годы, он работает с традиционным материалом, он работает с бронзой, но работает с ней совершенно по-другому, чем принято в традиционной модернистской скульптуре того времени. В начале 60-х годов Бось становится участником движения «Флюксус». Это движение международное, которое зародилось в Америке и потом хватило в Европу. Движение, которое строилось на том, чтобы снести границы между различными видами искусства и между искусством и жизнью. Единицей искусства «Флюксуса» было не картина, не амхет, не скульптура, а события. И вот половина участников «Флюксуса» были связаны не столько с изобразительными искусствами, сколько, например, с дизайном, а также с поэзией и музыкой. Поэтому это все происходило в режиме событий, в режиме хэпплингов, в режиме некого живого искусства, который как раз тогда возникает. И произведения, которые делают «Флюксус» — это объекты. Цветная фотография. Фотографическая документация объекта. Постамент в виде плоской серой каменной или бетонной плиты. Плита прямоугольной формы. На плите симметрично расположены два желтоватых камня или кирпича. На камнях стоит по бутылке. Бутылки одинаковые. Они напоминают бутылки для молока с коротким толстым горлышком. Бутылки закрыты широкими завинчивающимися крышками. Сверху на крышках обеих бутылок лежит по небольшому квадратному листу бумаги с изображением красного равноконечного медицинского креста. Между камнями вертикально установлена деревянная рейка. Она приблизительно в два раза выше бутылок. На ее вершине закреплен квадратный кусок пожелтевшего листа с печатным текстом. Поверх текста нанесено изображение красного медицинского креста. Весь объект будто покрыт слоем пыли или грязи. И, видимо, знакомство с Люксусом Бойса выбило из того творческого кризиса, в котором он долгое время перед этим находился, потому что он понял, каким искусством он должен заниматься, какие существуют другие форматы и другие способы заниматься искусством. Но при этом темы, которые развивают Бойс в своем искусстве были достаточно далеки от того, что интересовал Люксус. Люксус был движением достаточно эпатажным, достаточно провокационным. Они продолжали идеи гадаистов, продолжали идеи дюшана, продолжали идеи относительности искусства, относительности границ искусства и жизни, но в режиме игры, в режиме того, что искусство относительно, потому что искусству не надо придавать такую звериную серьезность, которую полагается придавать и в традиционном искусстве, и в традиционном модернизме. Бой оставался очень серьезным художником. Если какие-то его вещи были провокационными, то провокационный гораздо более серьез, чем это предполагал достаточно легкий флюксус. Вот этот объект, который вполне соответствует флюксусской эстетике, это сделано наполовину из найденных предметов, это выглядит очень кустарным, очень странным произведением. Тем не менее, это называется распятие. И крест, который там возникает, этот красный крест, знак болезни и исцеления, который потом будет одним из сквозных символов творчества Бойса. Это крест распятия, который трансформируется в такой красный крест, крест скорой помощи, крест исцеления, потому что для Бойса существовало это представление о том, что функция художника — это исцелить больного общества, а общество немецкое после того мировой войны, конечно, было израненным и больным, и его функция была функцией исцеления. Поэтому он делает такую вещь, достаточно, гораздо более серьезную, чем это предполагалось и флюксусом, который никогда ни с какими темами распятия, ни с какими религиозными сюжетами не работал особенно. Тогда же Бойс начинает делать скульптуры, инсталляции, они очень странно датированы. Собственно говоря, датировка называется «Молния и Волл», видимо, в этом уже есть природные силы, есть животные, есть не традиционный для Бойса последующего, но традиционный для искусства материал — это бронза. Цветная фотография На фотографии фрагмент экспозиции. Белый музейный зал. Две стены образуют угол. На высоте около пяти метров между этими стенами установлена металлическая балка. В центре к балке прикреплен металлический пруд. Пруд свисает вертикально вниз. К нему подвешен большой треугольный лист бронзы. Лист бронзы представляет собой сильно вытянутый по вертикали треугольник с неровными линиями. Треугольник около четырех с половиной метров в высоту. Он висит вертикально. Поверхность листа неровная, покрыта множеством бугорков разных размеров. Поверхность напоминает рыхлую землю. Лист слегка изгибается, словно измятая бумага. На полу перед листом лежит множество бронзовых объектов неправильной овальной и цилиндрической формы и прямоугольные бетонные плиты около 80 сантиметров в высоту. Слева от подвешенного треугольного листа стоит грузовая тележка, справа от листа стоит металлический треногий штатив. Сверху на штативе лежит бронзовый куб около 50 сантиметров в высоту. Поверхность куба неровная, напоминает каменную глыбу. Судя по всему, все-таки датировка заключается в том, что придумала на ту штуку в 50-е годы, когда он еще был скульптором, работал с традиционным для скульптора материалом, а реализовал все-таки в 80-е, потому что в 80-е у него появилась возможность делать вот такие вот масштабные деталяции. Вот такой предмет, где бронза используется для того, чтобы создать предельно аморфные, предельно естественные формы, формы аморфные, формы еще как бы не оформившиеся, бронза, в которой была важна не ее, не то что способна не долговечность, а плавкость, потому что это некий текучий материал, аморфный материал, который у него выглядит скорее все еще текущим, чем застывшим. Вот еще такой более красивый способ восполняться этой же работы. И тогда же бойс начинает, как, собственно говоря, как и все участники флюксуса, заниматься акциями, делать перформансы. Один из уборальных перформансов, достаточно мучительный, назывался «Шеф-бождь», скорее всего. И заключался в том, что бойс на протяжении суток, лежал около того, на многих часов, лежал в галерее, в Данильской галерее, в которой проходил этот фестиваль, укутанном вот в такой вот кусок войлока. Вот этот самый рулок, который лежит посреди помещения, это сам бойс. На экране четыре черно-белые фотографии. Фотографическая документация перформанса. Небольшая комната с белыми стенами. В центре комнаты на полу лежит Йозеф Бойс, завернутый в войлок. Он завернут в войлок полностью, очертания тела только смутно угадываются под тканью. Бойс лежит по диагонали относительно стен комнаты. У головы и ног художника лежит по одной тушке зайца. Лапы зайцев вытянуты таким образом, что бойс в войлоке и тела зайцев вместе образуют одну диагональную прямую. Слева возле бойса лежит рулон войлока, намотанный на металлический пруд. С той же стороны к стене прислонен другой металлический пруд около трех метров в высоту. Посередине на второй пруд намотана узкая полоска войлока. Один конец прислоненного к стене пруда почти полностью соприкасается с тем, что лежит рядом с художником. Металлические прутья с войлоком, художник и тушки зайцев напоминают некую энергетическую цепь с антенной или громоотводом. И тут внутри этого рулона был микрофон, который усиливал звук биения его сердца. Собственно говоря, про что эта акция. И там же была вот эта тушка мертвого зайца, который потом становится таким своего рода тотемным животным бойсом. Про что эта история? Конечно, это некая история. Он переживает опыт своей смерти и возрождения к иной жизни, которую он, согласно своему рассказу, пережил, когда татары подобрали его удали в бойлок. Он провел несколько дней, 12 дней без сознания и возродился заново в другом качестве, другим человеком. То есть это его история, инициация, которая переживается в этой акции, это 64-й год, до акции Криса Бёрдена и Марины Абрамовича, которые будут акциями, во время которых художник испытывает себя, сколько времени он может провести без движения, без еды, без воды или уже в каверее на глазах у публики, было еще довольно далеко. В этом смысле эта акция бойс, это одна из первых акций на терпение, одна из первых акций, где художник подвергает себя саму испытанию, достаточно тяжелым, как ему являлась эта акция. И появляется, вот появляется войлок, вот этот самый ключевой для бойса материал, который здесь появляется как рекредит деформуса. В том же году он делает работу с другим своим материалом, тоже, так сказать, фирменным, синдроматическим. Цветная фотография, фрагмент экспозиции. Белый музейный зал. В стеклянной витрине стоит деревянный стул. На сидении стула лежит большой кусок затвердевшего желтоватого жира, напоминающий горку. Сбоку видно, что кусок жира треугольный на срезе. Сверху в жир воткнуты два куска толстой бронзовой проволоки. Куски проволоки перекручены между собой. Это жир, жировой угол, это животный жир, это жир, который тоже запах и вкус, и ощущение, которое нахоже связано с этой самой историей про татар. И жир, с которым он пытается работать как с материалом республики, хотя это достаточно сложно. Это материал, который не держит форму, который очень сложно манипулировать, который как бы не подчиняется художнику, и который требует температурного режима особого. И так же, как и войлок, собственно говоря, издает запахи. Это достаточно сложное искусство, которое еще наделено неким дополнительным параметром восприятия, оно еще издает запахи. И Бойс продолжает работать с этими материалами. Здесь еще возникает опять-таки этот крестик, медицинский крест скорой помощи, который будет постоянным элементом его творчества. Возникает вот такая вот стопка листов войлока в скульптуре или в объекте, который называется снегопад. Цветная фотография. Фрагмент экспозиции. Белый музейный зал. В стеклянной витрине толстая стопка прямоугольных кусков войлока. Высота стопки 23 сантиметра. Размеры войлока приблизительно 1 метр на 80 сантиметров. Из-под стопки войлока торчат три длинные прямые ветки хвойного дерева. Хвои на них нет. Мелкие веточки обломаны и напоминают шипы. Ветки расходятся наподобие веера или антенны. В месте, где войлок накрывает ветки, стопка изгибается мягкой симметричной дугой. И, видимо, опять-таки отсылает вот какой-то самый снежный буря его военных приключений. Вообще-то удивительным образом Босс, в отличие от очень многих немецких художников своего поколения, почти нигде не обращается к немецкой истории. Если вся история Германии послевоенной, западная история была история, западная Германия была покаянием за этот самый опыт фашизма, за эту трагедию фашизма, для Босса война была в основном его личной историей, вот этого перерождения, кроме одного проекта. В 1956 году он подает проект на конкурс мемориала, на следственном мемориале, мемориала Амшвитса. Как выглядел этот проект в 1956 году не очень известно, там его нигде не удалось найти, но опять-таки в 1960-е годы он превращается в инсталляцию, видимо, достаточно сильно, и в инсталляцию, и в реквизиации. Вот такое вот странное. Где-то вы опять-таки появляется жир, и где вся эта трагедия? Ауфлица представляется, как такая свалка испорченной органики, за какого-то какого-то наневшего мяса, этого самого жира. Страшно провокационное, неприятное, где-то появляется распятие, сделанное из какой-то непонятной органической субстанции. Работа, которая, когда Глузи показывал на одном из флюксов фестивалей, вызвала бурное совершенно неприятие и скандал в публике, потому что так о трагедии войны не принято полуговарить. В то время в Германии это выглядело как кощунство, это выглядело как издевательство. Цветная фотография. Фрагмент экспозиции. Небольшой белый стол, накрытый прямоугольным стеклянным колпаком. На столе слева две старые черные металлические кастрюли. Кастрюли, наполненные волокном, напоминающим человеческие волосы. В одной из кастрюль поверх волос лежит засохший скрюченный труп крысы. Во вторую воткнутся маленький толстый кусок войлока. Из войлока наподобие антенны торчит предмет, похожий на складную металлическую линейку. В центре стола находится старая грязная электрическая плитка с двумя комфорками. На комфорках лежит по куску затвердевшего желтоватого жира. Формой и размером жир напоминает кирпич. За плиткой стоит белая тарелка с ажурными краями. На тарелке лежит освежеванная тушка лягушки. Лапки разложены на манер распятия. Также на столе лежат несколько засохших батонов колбасы, аптечные пузырьки, металлическая бирка на шнурке, книжка-гармошка с панорамой Освенцима. И для пояса было очень важно найти новые способы воздействия на восприятие публику. Придумать такой спектр воздействия работ, который как-то затронет даже человека, который останется равнодушным к очередному описанию кровавых ужасов войны. Потому что этих описаний было очень много. Их уже было настолько много, что это ощущение ужаса притуплялось. И, соответственно, надо было найти другой способ воздействия на публику, воздействия на восприятие. И в этой акции возникает жир, вот эти два куска жира, которые лежат на плитке и которые во время акции Бойс растапливал. То есть возникает примерно тогда же, уже в 50-60-е годы, Бойс начинает разрабатывать свою теорию так называемой социальной пластики, социальной скульптуры. Я думаю, что вы все о ней слышали. При этом это один из самых достаточно темных и загадочных смыслов социальной скульптуры. Это и занятие искусством, как некой политической, социальной активностью, и представление о скульптурах или об объектах, о подсталляциях, собственно, о тех работах, которыми занимался Бойс, как о метафорах неких социальных процессов, тех процессов, которые происходят в теле общества. А в теле социума, это понятие тела общества, для Бойса, для его текстов, достаточно часто возникает. То есть общество воспринимается как некое органическое целое, и то, что происходит с материалами, этими органическими материалами, которые Бойс впервые в истории искусства начинает использовать, материалами животного происхождения, это метафора того, что может происходить в теле общества. Потом, что происходит жиром, это возможность переплавить его, это возможность некой трансформации, это возможность трансмутации. Бойс одно время очень интересовался алхимией, поэтому идея вот этих материалов, которые можно преобразовать, преобразить, подбегать неким изменениям, переплавить, для него очень важна, и все эти идеи возникают в этой достаточно ранней его работе, инсталляции, объекции, реквизитиакции, которые называются, в итоге носит название проекте Освенцева. И тогда же возникла, тогда же, одна из ранних акций, которые он делает, это тоже реквизит этой акции, это акция, которую называют «Сибирская симфония», в которой, опять-таки, используется та самая тушка «Зайца мертвого». Цветная фотография. Фотографическая документация инсталляции. Большая черная прямоугольная доска для мела. Приблизительно 180 на 180 сантиметров. Верхнюю треть доски занимает изображение многоугольника, под которым за главными латинскими буквами написано «Евразия». Изображение и надпись нанесены мелом. Сверху на доске размещено чучело зайца. Заяц будто лежит брюшком на верхнем ребре доски боком к зрителю. Голова находится справа. Одна передняя и одна задняя лапы свисают вниз на доску. Двух других лап не видно. К задней лапе зайца прикреплено два металлических прута. Они расходятся в стороны наподобие веера. Внизу прутья упираются в пол. От передней лапы зайца отходят три металлических прута, которые также расходятся наподобие веера и упираются в пол. Также от передней лапы зайца вниз отходит треугольник войлока около 60 сантиметров в длину. Треугольник располагается вдоль прутьев. Возле самого пола с той же стороны к крайнему правому пруту прикреплен треугольник жира такой же длины, как и войлочный, но намного уже. Инсталляция производит впечатление коллажа с геометрическими элементами. Использовался там были элементы музыкальные, то, что Киоргольник Бойс музицировал и в перформансах флюксусов, деятельности флюксуса, музыка и звук играли огромные роли там и постоянно присутствовали. Но при этом, когда Бойс показывал эту акцию, где был рояль, на которой лежал этот мертвый зайец, у него была распоротая тушка, и сердце этого зайца было проволокой соединено с роялью, в некую энергиетическую систему, Собственно говоря, его коллеги по флюксусу не поняли, что это было, и поняли, что это такое, что он работает с каким-то абсолютно в абсолютно другом смысловом и эмоциональном регистре, чем то, с чем работал флюксус. Флюксус был готов с ним работать с гранью между жизнью и искусством, между искусством и жизнью, но не с гранью между жизнью и смертью. И такой сильный, как бы, по воздействию на публику, неприятный, достаточно неприятный, достаточно шокирующий элемент, как эта самая тушка мертвого животного, был, как бы, для флюксусной эстетики, для флюксуса слишком сильным элементом, и, собственно говоря, конечно, никто ни с кем не ругался, и никто там Бойса из флюксуса не выгонял, но после этого, как-то, по пути Бойса, как самостоятельного художника, и флюксус в этом направлении достаточно сильно разошлись, и он, конечно, стал быть, собственно, частью этого направления, и стал гораздо более значимой, наверное, и известной единицей в искусстве европейского того времени. Он продолжает делать акции, и, опять-таки, у него возникает этот самый Заяц, и одна из самых знаменитых акций называется, как объяснить смысл картин, мертвому Заяцу. Акция происходила в галерее, причем публика могла, пришедшая на этот перформанс, могла наблюдать ее только через окна, через витрины этой галереи, не заходя внутрь. Внутри этого закрытого пространства Бойс ходил с этой тушкой Заяца, его голова была покрыта медом и посыпана золотом специальным. Мед для него был еще один органический животного происхождения, материал, который метафора мысли, вот эти мысли, которые выделяются из головы, золото, как шаманская маска, и Заяц, которым он к ноге Бойса была привязана вот такая вот металлическая стелька или лыжи, которой он стучал, и он, как бы, объяснял Заяцу то, что он говорил о чем-то с этим Заяцем, слов не было, текста не было, публика снаружи не могла слышать его шаги, может быть, но не могла слышать текста, потому что текста, собственно говоря, и не было. И, как бы, вот это, есть видео с юг этой акции, которую мы сейчас посмотрим, если нужно. Жена была в музей, видели вы эту запись или будем ее смотреть? Бойс в белой рубашке прохаживается по галерее. Его голова полностью покрыта сусальным золотом. У него в руках тушка мертвого Зайца. Зрители наблюдают за перформансом. Бойс стоит на четвереньках. Губами держит Зайца за уши. Руками он бережно переставляет передние лапки Зайца по полу. Бойс поднимается с пола. Зрители смеются. Бойс двигает головой Зайца. Художник внимательно смотрит на животное. Бойс подносит Зайца к картине, висящей на стене. Отходит от картины. Держит Зайца на руках, как ребенка. Подносит Зайца к другой картине. Передняя лапа Зайца вытянута вперед, как будто он указывает на картину. В то время еще не было принято профессионально снимать акции. Поэтому то, что мы видим, это не официальная документация акции Бойса, а сюжет, который снял случайно и не авторизованно. Снял какой-то телеканал в том, поэтому там очень маленький эпизод. Но ничего больше про эту акцию не существует. В закатровом тексте даже на немецком понятно, что звучат ключевые слова. Случит слово шаман, звучит слово мессия. И, собственно говоря, образ Бойса, как художника-шамана, уже складывается. Но возникает очень, собственно говоря, странная... Про что акция? У нее много интерпретаций. Одна такая, достаточно напрашивающаяся, но ложная, что Бойс показывает, что объяснять современной публике, нынешней публике, смысл современного искусства, занятие такое же безнадежное, как объяснять его доклому Зайцу. А это не совсем правильно. Конечно, абсолютно неправильная интерпретация. Для такой простой идеи не нужно было придумать такой сложный постановочный антураж. Скорее, Бойсу очень важно, что он коммуницирует, в данном случае объясняет искусство, коммуницирует с некими внечеловеческими силами. Как настоящий шаман, он говорит с неким внечеловеческим миром, вот с этим самым Зайцем, который здесь скорее духненький, некая сила природы, Зайц для него был очень важным животным. Он всегда этими зверями восхищался. Вообще, про Бойсу рассказывает, что у него был какой-то удивительный дар общаться с животными, что ему там, чуть ли не как Святому Франциску, птицы на плечи садились, и что эти Зайцы жили у него в мастерской живые, и что совершенно не... что там никакого такого желания убить животное, несчастное принести его в жертву не было. Наоборот, в этой акции есть потрясающее ощущение того, как он потрясающе этой самой тушкой манипулирует. Так что кажется, что у него эта тушка, действительно, этот Зайц оживает в руках, что-то потрясающе сделано. Ведь ему все-таки его опыт в цирке прошел не зря. И Зайц — это животное, во-первых, сильное животное, животное, для которого не существуют границы, потому что, как говорил Буис Жаец, это для нас существует Берлинская стена, Зайц спокойно может подкопать под ней нору и пройти. Зайц, в отличие от человека, это животное, которое двигается не в двух измерениях, а в трех измерениях. Он может пойти вглубь, он может прыгнуть, у него совершенно гораздо более свободен в своих перемещениях. И для Буиса, опять-таки, если было очень важно, таким образом Зайц создает свою норму, что Зайц не строит, он вырывает изнутри. И если в... Это тоже такой метабор из области социальной скульптуры, это представление Буиса о том, какими должны быть созидательные процессы, что не надо строить что-то новое, возводить, загромождать, что гораздо лучше вырыть изнутри. И вот этот самый Зайц, у него становится постоянным его героем. Такая замечательная уже 70-го года фотосессия, постановочная, пробой с возвращающегося в места своего детства, он тоже этого самого Зайца держит. Цветная фотография. Пасмурный день. Ровное поле покрыто короткой зеленой травой. Вдали поле скрыто туманом. Сквозь туман виднеются силуэты деревьев без листьев. На поле пасутся коровы. На переднем плане справа стоит Йозеф Бойс в синих брюках, белой рубашке, красной трикотажной жилетке. Поверх надето светлое осеннее пальто. Пальто расстегнуто. На Бойсе серая фетровая шляпа. Левая рука убрана в карман, правая вытянута в сторону. В правой руке Бойс держит тушку рыжего Зайца. Справа от художника стоит деревянная детская кроватка. Вот такая действительно уже постановочная, почти шуточная фотография. Следующим животным, которое возникает в революции, у него этот Зайц был не единственным детенным зверем, хотя и самым любимым, и Бойс, который, как вы знаете, постоянно носил шляпу, фетровую. Говорил, что... Это шляпа, это шутку, да, он возобновил, говорил, что эта шляпа это такой символический, символический субститут заячьего ушей. Поэтому он как бы уходит вот из самого шляпа. Следующим зверем, который у него возникает, возникает злочная живая белая лошадь, которая возникает в перформансе. Титангроник и Эфигения, вот две классические трагедии, трагедия Шекспира и трагедия Гёте, которые Бойс превращают в такой вот перформанс-моноспектакль, где сталкиваются, соответственно, Шекспира и Гёте, и сталкивают два мифа, где лошадь оказывается, видимо, Эфигения, единственного партнёра, где он как раз предстаёт образе вот такого, опять-таки, тоже шамана с бубнами. Чёрно-белая фотография. Фотографическая документация спектакля. Театральная сцена, декорации нет. Освещена только сама сцена, фон кажется полностью чёрным. Слева у самого края сцены стоит Бойс. На нём шляпа, тёмные брюки, белая рубашка с засученными рукавами. Поверх рубашки надета рабочая жилетка с множеством накладных карманов. Руки разведены в стороны на уровне лица. В руках Бойс держит большие музыкальные тарелки. Он развернул их на зрителей. Тарелки блестят в свете прожекторов. На заднем плане справа на полу сцены навалена груда сена. Возле неё, боком к зрителям, стоит белоснежная лошадь без упряжи. Общающаяся с этой самой прекрасной лошадью, которая каким-то образом оказывается его пожмётом, единственным другим действующим лицом его перформанса, которую он показывает на избушках фестиваля. В общем, занято, что в том же году, в тот же 69-й год, одну из самых своих работ, знаменитых работ делает итальянский художник Яниас Кунеллис, который делает работу без названия в Италии, в Риме, по-моему, которая состоит в том, что в галерее нет ни одного произведения, но стоит 12 живых лошадей. И вот это ощущение, что кто из них это, кто сделал раньше эту историю с лошадьми, я не знаю, но, в общем, в один год. И, ну, помимо перформансов, Бойс делает, как и перформансы, это искусство произведения всемирное, тем больше, когда не было документации, было билеток фотографий, где почти не было видеосъёмок. Бойс прославился, конечно, как автор один из самых одних из наиболее масштабных инсталляций. Вот такая вот работа, которая называется «Гамогенная инфильтрация для рояля». Она находится сейчас в центре Победута, концертный рояль, запутанный бойлок, бойлок с тем же самым красным крестом, ещё иногда выставляется отдельно шкурка от этого рояля, собственно говоря, вот этот чехол. работа изначально также была акцией, то есть это реквизит акции, когда Бойс, помимо того, что он показывал трояль, который потом остался в музее, читал лекцию. Лекция, которая у неё была под заголовок или расширение, что главное, что лучший композитор, величайший композитор будущего – это талидомидовое дитя. Талидомид – это лекарство, которое было популярно в какое-то время в Европе и вызвало целое поколение мутаций. Вот после него рак ждали все дети с очень коротенькими недоразвитыми руками. Это было такое массовое явление, этих детей было достаточно много. И откуда возьмёшь, простой историей, да, что величайший композитор будущего при наличии рояля как элемента инсталляции – это человек, который не в состоянии играть на рояле, что музыка, который в рояле кутан в войлок. В войлок – это кроме всего прочего звукопоглощающий материал. То величайшая музыка – это та музыка, которую мы не слышим. Это музыка, которая остаётся только потенциальной, которая остаётся как возможность музыки. И вот эта самая потенциальность музыки для бойца была очень важна. Ну и вот опять-таки это медицинская история, связанная с этим самым Красным Крестом. Целая серия этих адвентраций, адвентрации для биолончели, ещё одна версия этого рояля по утренному звукоизолирующей войлок в помещении. Такая вот инсталляция, как бы, слизывая, другая версия тоже работы. Серии чёрно-белых фотографий, документирующих инсталляции. На первой концертный рояль, зашитый в войлок. Чехол из войлока полностью повторяет все детали рояля. На правой боковой стенке чехла нашит красный медицинский крест. На следующем фото чехол без рояля висит на сцене. На другой фотографии таким же образом зашитый войлок-виолончель. На последней фотографии серии просторная тёмная комната. В центре стоит рояль. Стены помещения полностью заставлены одинаковыми рулонами войлока высотой в человеческий рост. Рулоны стоят ровными рядами. Один ряд рулонов стоит на полу, второй ряд войлочных рулонов стоит сверху на первом. Что ещё здесь очень важно? Очень важно слово, очень важно название, очень важно слово гомогенность и очень важно понятие инфильтрации. Потому что и гомогенность, и инфильтрация это то, это те образы не только материалов, с которыми работает БОИС, но и неких социальных процессов, которыми он ховет. Социальные скульптуры, общество как некое единство и гомогенность, и инфильтрация как способность идей и процессов просачиваться сквозь. Вот такая пластичность, мобильность и некие естественные процессы, с помощью которых БОИС потом будет объяснять свои социальные идеи и социальные концепты. еще одна гигантская инсталляция, это целая серия инсталляций, которые все называют сход, они номерные, огромные ступки опять-таки этого самого войлока, покрытого медью. Что такое войлок здесь? Это некий образ батареи, где есть изолятор, есть проводник как медь, и вот такие огромные метафорические энергетические системы, которые БОИС собирает из этого войлока и медных листов. Цветная фотография, документирующая инсталляцию. Просторный светлый зал галереи. В центре кадра стопки листов войлока. Листы войлока размером около 1 метра на 80 сантиметров уложены в ровные прямоугольные стопки. Высота стопок приблизительно от 1 метра до 1 метра 70 сантиметров. Большинство стопок около полутора метров в высоту. Стопки выставлены на полу в ломаную линию. Сверху на каждой стопке лежит лист полированной блестящей меди во всю ширину и длину стопки. Некоторые листы соединены блестящими медными лентами. На некоторых листах лежат сильно вытянутые бронзовые бруски. Вся инсталляция занимает площадь 5 метров на 3 метра. Вещь это была одна из версий такая самая красивая масштабная версия этого фонда хранится в американском музее Диа Фондейшн. Это музей, который специализируется на минимализме. То есть на американском направлении. Действительно это инсталляция Бойс замечательно смотрится в контексте работ Дональда Держата например воспринимается как минималистская скульптура. То есть и Бойс и минималисты способствовали тому, что именно инсталляция становится наверное самым мейнстримным и самым главным форматом или видом современного искусства. Но при этом как бы эти сравнения с минималистами еще в 60-е 70-е годы обитали в воздухе Бойс нашел необходимым объяснить почему то, что он делает это не минимализм. Потому что минимализм работает с пустотой с пустыми пространствами между этими элементами. Минимализм задает некую структуру которая состоит из предметов из объектов размечающих пустое пространство. Бойс же говорит что у меня в работах никогда нету пустоты нету незаполненности. Действительно работы Бойса никогда не являются структурой в отличие от работы минимализма. Работа Бойса это некая заполненность это некая циркуляция энергии то есть это некий абсолютно другой принцип. Вообще и одно из наверное самых ну тут тоже еще одна из очень значимых для Бойса вещей которая очень двойственно читается название может читаться как посылка может читаться как стая и как бы работа в общем не проясняет этот вопрос это фольксваген с которого тоже по-моему с красным крестом из которого высыпается огромная действительно стая вот таких вот саночек саночки которые каждый из которых комплектован на уровне выживания Бойса куском войлока который обеспечивает защиту куском жира который может обеспечить пропитание и фонарем который обеспечивает ориентацию в пространстве работа очень мощно воспринимается про что там это тоже очень важный для Бойса оппозиции что есть во-первых единичность множественность современность архаика конвейерная самодельная и живое и неживое в конечном итоге потому что что чему противопоставляется есть фольксваген есть немецкая машина производит продукт современной цивилизации из которого высыпаются вот эти самые санки которые выглядят как санки или собачьих упряжек скорее всего да то есть некий примет абсолютно другой цивилизации не европейской и не современной цивилизации культуры архаической Бойс объясняет эту работу говорю что самым эффективным способом перемещения по поверхности земли все-таки является скольжение и что в тот момент когда цивилизация бессильна важнее вернуться к этим когда есть вопрос скорой помощи то есть вопрос срочности важнее вернуться к архаическим формам движения архаической формы культуры поэтому есть совершенно ненужный бессмысленный этот самый фрексваген современный и есть вот эти самые санки которые могут приставить гораздо более скорую помощь гораздо более скорое спасение чем бессмысленная современная машина кроме того эти санки выглядят явно как некие почти живые существа они вызывают ощущение с собачьей пряжкой со стаей волков с неким множеством живых существ и именно это множество живых существ кажется более нестребимым чем единичность ты можешь уничтожить одно ты не можешь уничтожить стаю ты не можешь уничтожить вид этот вид эта стая оказывается чем-то гораздо более витальным чем современные чем те единицы на которые разбита современная цивилизация цветная фотография документирующая инсталляцию просторный музейный зал с белыми стенами в дальнем правом углу стоит старый микроавтобус задняя дверь открыта от микроавтобуса в сторону камеры изогнутой линии выставлены деревянные санки каждым санком сверху белыми ремнями прикреплено по рулону серого войлока и по большому ручному фонарю санки выставлены рядами примерно по 4 штуки всего около 25 санок одни санки находятся в багажнике микроавтобуса двое санок прислонены к задней стенке микроавтобуса так будто они из него выпрыгивают санки напоминают стадо мелких животных и эта работа наверное дает представление о главной оппозиции которая существует в искусстве бойса это не оппозиция между живым и не живым хотя он работает с жизнью и смертью скорее оппозиция между органическим и неорганическим между органическим и кристаллическим как он говорил что есть органика есть некие бесконечные органические это включать в себя и мертвую живую материю там не так важно живую это или мертвую важно что это органика органика как некая детальность как некая способность к регенерации и трансформации и некая кристаллическая структура которая регион с которой нельзя работать которая в конечном итоге не поддается манипулированию и органика и архаика для бойса в равной степени важны и вот эта самая стая это такой гимн органическо архаическому миропорядку который гораздо эффективнее чем современная цивилизация тема шаманов который в одной из своих работ обозначает хотя бы названием ленты из дома шаманов такие войлочные ленты машинные коммуникации может быть войлочный костюм который называется который оказывался элементами и акции и инсталляции которые выглядят как скульптура и это кокон который служит защите который служит и залив который можно спрятаться от мира с одной стороны цветная фотография документирующий объект белый музейный зал под самым потолком через зал протянута тонкая металлическая рейка на рейке на вешалке висят брюки и пиджак из серого войлока но при этом сам бой не пытался спрятаться от мира и помимо инсталляции он был политическим активистом и был инициатором нескольких партий и нескольких политических движений в 60-е годы он был преподавателем Сильдовской академии художеств и после в конце 60-х годов во время студенческих беспорядков которые как вы знаете охватили всю Европу и Америку он учреждает студенческую партию и одну из его в 70-е годы одним из проявлений его деятельности было то что он как профессор настоял на том чтобы в университет приняли всех пытался настоять на том чтобы в университет на его курс приняли всех тех студентов локодельных художеств которые не прошли по конкурсу потому что никакой иерархии не существует нельзя заранее тягить людей на неравные талангевых и металангев на подходящих и неподходящих и он говорит что всех кто не прошел по конкурсу тем не менее их принимает и ему сказать что это нельзя и он вместе с этими студентами оккупировал ректоратов и учился этой историей тем что из академии из диссидорской академии художников годных как преподавателя после чего он очередил собственный свободный университет который он очередил вместе с писателем Генрихом Бюлем и стал заниматься преподаванием даже не преподаванием вернее учительством как некой социальной политической активностью следующим направл движением которое он организует он организует движение за прямую демократию движение против партий против современного устройства мира против парламентской демократии черно-белая фотография большая группа людей идет через заросли деревьев и кустарников в руках у них длинные гладко обструганные деревянные палки они держат их поднятыми как для удара люди одеты в куртки и пальто на переднем плане Йозеф Бойс он возглавляет шествие на нем фетровые шляпы и объемное длинное пальто с меховым воротником он тоже держит поднятую палку Бойс смотрит прямо в камеру опять-таки это возвращение к некому более архаичному образу политического устройства и опять-таки некая борьба прямая демократия прямое заявление каждого более заявление каждого это гораздо более архаическое и органическое форма мироустройства социального устройства чем современная более структурированная и иерархизированная система парламентов партий и так далее и Бойса за фотографию которую он делает которую он предстает в виде такого лидера крестьянской войны она про это самое желание вернуться к неким архаическому форму обществу достаточно красноречиво свидетельствует и тогда же Бойс на документе выставки который в одной из главных международных выставок современного искусства который проходит в немецком городе Кассель возле не участвовал много раз в качестве своего проекта для этого документа он превращает отданное ему выставочное пространство в офис своей политической организации организация за прямую демократию и все время на работу документы это несколько месяцев ведет там политические дискуссии и ничего там не выставляю и представляю в них политическую активность социальную активность вместо произведения искусства может быть это был один из первых проектов социального активизма как в рамках художественной выставки и сейчас как бы из этого то что как бы выставляется как этот проект это рисунки на школьных доках который иллюстрировал свое размышление рисунки которые абсолютно непонятны как абсолютно эзотерическое искусство потому что никаких даже если он объяснял таким образом пояснял о своей идее и своей мысли то что именно он пояснял остается непонятным даже если видимо даже если знать немецкий язык это так вот что незагадочная работа мысли как таковой бойц очень настаивал на том что он не принадлежит ни к какой партии ни к правым ни к левым и с западными левыми и с западным правыми он ругался и те и другие его не принимали и тех и других он не принимал потому что он считал что и капитализм и коммунизм являются равным злому и вот одна из его акций и не там не там нету нету места для свободы нету свободы как ценности одна из его акций 70-го годов называлась вынести ссор и заключалась в том что он выметал вместе со своими помощниками единомышленниками вышел с мертвыми на площадь Карла Маркса после этого майской демонстрации немецких коммунистов немецких левых и вымыл за ними весь тот идеологический ссор который они после себя оставили опять-таки вся партийная система вся партийная иерархия Бойса наверное с точки зрения Бойса была слишком кристаллической и ее надо было изменить вернувшись к более органическому и органическому мироустройству вернувшись к той социальной скульптуре которую он пропагандировал понятие социальной пластики одну и одна и после этого еще вернулся к своей работе с живыми существами одна из самых знаменитых акций его 70-х годов я люблю Америку и Америка любит меня акция которая подтверждала вот эту роль Бойса как художника-шамана это первая акция которую он делал в Соединенных Штатах серия черно-белых фотографий документирующих перформанс на первой тротуар на городской улице в центре кадра низкая медицинская каталка на ней лежит Йозеф Бойс полностью укутанный в войлок очертания тела лишь угадываются под тканью каталку везут двое мужчин одетых по моде 70-х годов у них волосы до плеч и расклешенные брюки третий мужчина наблюдает на последующих фотографиях просторная белая комната Йозеф Бойс в белой рубашке рабочей жилетке и шляпе в комнате вместе с койотом на некоторых фотографиях Бойс завернут в войлок из рулона торчит трость с закругленной ручкой койот тянет зубами за край войлока заключалась она в том что он как бы первое посещает Нью-Йорк сказал что в Америке он не хочет общаться с людьми он хочет встретиться только с настоящим хозяевом этого места он хочет общаться с койотом и специально для него там поймали дикого койота в Нью-Мехико Бойс чтобы он ни с кем не общался там была огромная подготовительная часть этого перформанса его привезли в самолет на машине скорой помощи закутанного Бойл точно так же из самолета привезли в галерею после чего он в течение нескольких дней общался там находился в помещении галереи общался с этим самым диким койотом которого ему действительно удалось укротить потому что это как с которым наладилось на жизнь поэтому он вообще зарисовал вот такой замечательный рисунок этого койота на белом листе карандашом сделан набросок изображения койота линии очень тонкие опять-таки можем посмотреть видео небольшой фрагмент этого видео с койотом музыка собственно говоря подложена пользователям ютюба это смонтированный ролик это не оригинальная документация и я ее отключаю никак не является частью произведения в комнате стоит бойс перед ним лежит кусок войлока койот нюхает войлок бойс кидает койоту перчатку тот ее ловит и бежит к другой куче войлока бойс в центре комнаты ковыряет груду войлока тростью отходит от войлока берет с пола какой-то предмет и кидает в груду войлока обходит войлок продолжая подбирать и кидать туда предметы прибегает койот и нюхает войлок койот берет какой-то предмет и играет с ним подкидывая его и ловя пастью ну опять-таки достаточно часто это видео показывалось поэтому напомню как это происходило действительно удивительное умение бойса общаться с этим животным и история когда акция закончилась койот всех тех кто пытался койот который совершенно как собачка домашний общался с бойсом пытался покусать всех всех тех кто забрал чтобы выпустить обратно на его родные премии и функция шамана очень интересно что такое шаман что здесь что проводником между кем и кем оказывается поиск что это не шаман который должен объяснить то что говорят духи людям где он должен как бы общаться с койотом понять что этот койот как дух Америки хочет передать людям наоборот он не представляет духов в мире людей он представляет людей перед этим духом точно так же как он представляет он приезжает общаться с духом Америки общаться от лица людей Вот точно так же он от лица людей пытается объяснить искусство зайцу, который тоже является неким представителем духа. То есть это очень шаман наоборот, шаман, который представляет людей. Это шаман, который пытается объединить в неком новом обществе, пытается их привести к какой-то трансформации. Это некая пограничная роль шамана, который транслирует волю богов, и роль героя, который должен вести людей за собой и вести их каким-то изменением, сделать их частью мира наравне с этим самым миром животных. Наравне с частью некого органического мира, из которого человек не должен выделяться, от которого вновь должен объединиться и слиться в неком органическом единстве. Идея органики, идея социального тела возникает и в другой работе Бойса, медовый насос, огромное устройство, действительно перекачивающее мед, который представляет он тоже на документе. И который предлагает, опять-таки, как и любую социальную скульптуру, как метафора социальных процессов для него, этот насос, эта метафора закруга этого свободного университета, который он открывает. Цветная фотография. Фрагмент экспозиции, представляющий составные части медового насоса. В просторном музейном зале с белыми стенами на полу разложены и расставлены следующие предметы. Справа налево. Большие мотки пластиковых трубок, длинные полые металлические трубки, цилиндрические бочки из нержавеющей стали, цилиндрический бак с торчащим куском металлической трубы из нижней боковой части. Этот цилиндрический бак похож на баки, которые используют в пищевой промышленности. Далее. Три небольших глиняных горшочка выстроены в ряд перед фрагментом ржавого корабельного двигателя. Далее. Ржавая металлическая дверца, прислоненная к стене, и еще один фрагмент двигателя. Знания и мысли, которые должны циркулировать в теле общества, которые превращаются в такую безумную, достаточно сюрреалистическую машинерию, действующую на перекачивающий мед. И тоже очень важный для полоса молитв, что это некая машинерия, которая работает, архаическая, контрцивилизационная машина, которая работает абсолютно по-другому, нефункциональная с рациональной точки зрения. Жир. Огромная скульптура, сделанная из жира. Любимый материал пояс. Опять-таки материал, с которым он объясняет принципы работы, с которыми он в начале объясняет принцип социальной пластики. Что это материал, с которым нельзя работать, как классический материал на скульптуре. Когда пояс будет про социальную пластику, он подчеркивает, что это скульптура, с которой нельзя высечь. Что это не история, как высекать из мрамора или вырезать из дерева, отсекая все лишнее, выделяя предмет из некого монолита, как это происходит в классической скульптуре. Принципы социальной скульптуры, принципы скульптуры, с которой работает Бойс, это лепка и плавка, это то, что плавится, это то, что трансформируется. Цветная фотография. Фрагмент экспозиции. Белый просторный музейный зал. В зале расставлены большие куски застывшего желтоватого жира. Это неправильные объемные многоугольники с плоскими гранями. Некоторые куски достигают более полутора метров в высоту и около трех метров в длину. Один из кусков треснул. Отваливающуюся часть удерживает ржавая металлическая рама. Металлическая рама обхватывает кусок наподобие пояса. Сверху на этом куске жира расположены какие-то приборы с мотками проводов. Также на нем лежит небольшой электрический термометр в виде коробки с экраном. На экране отображаются красные цифры. Жир – это материал, который не держит форму, который можно воздействовать только температурой, который нельзя резать, который абсолютно не обладает этой кристаллической структурой, которая противоположна тому, что делает восьма, зато обладает этой органической плотностью, плавкостью и пластичностью, которая для войска, наверное, является теми качествами, которые хочет видеть в теле общества. Огромная инсталляция жира, которая представляет собой некий запас энергетики, запас топлива, запас питания. Впервые эта работа была показана в Местре, и там она выставлялась на улице, выставлялась таким образом, что она должна была к концу фестиваля быть разрушена. И сейчас потом мы его пересоздали таким образом для музея, с температурным режимом, который должен поддерживаться. Цветная фотография. Фрагмент экспозиции. В музейной витрине расположена прямоугольная деревянная доска. На доске слева стоит черный старомодный дисковый телефон. Справа лежит ком засохшей земли с сухой травой того же размера, что и телефон. Провод от телефона воткнут в ком земли. Целый ряд объектов, которые он все время делает, это абсурдная машинерия. Машинерия, в которой машинная, подменяется органически. Предлагает таким образом перейти, может быть, на другой тип общества, который работает на других основаниях. Телефон, земляной телефон, который подключен к куску глины. И должен работать вопреки принципам работы техники. Очаг, который состоит не из огня, а из этого войлока, как элемента тепла. Вот такая тоже совсем загадочная машина. И одна из последних работ в ГОС, это мультипль. Вот такая лампочка-ремонт. Еще одна политическая партия, участником которой, одним из соучредителей которой был, становится ГОС, это партия зеленых. И он даже принимал достаточно активное участие в деятельности этой партии в Европе и в Германии. Цветная фотография, документирующая объект. Обычная грушевидная лампочка, закрашенная ярко-желтой краской. Лампочка ввинчена в черный патрон. Патрон воткнут в лимон. Лимон и лампочка одинакового оттенка желтого цвета. В последние годы он посвящался по исключению этой деятельности, сотрудничество с экологическими организациями с партией зеленых. И действительно абсолютно встал на сторону органики природы. И вот эта единственная его политическая идентификация постоянная. Это вот эта самая партия зеленых, которая лежит вне традиционного деления на левых и правых, на революционеров и консерваторов. И такая действительно у вас последняя значительная работа, в которой это природная и культурная, органическая, неорганическая, сталкивались. Это акция «Семь тысяч дубов», которую он сделал в Касселе опять-таки на очередной документе. Начиналась она с таким очень зрелищным образом. Это огромная куча базальтовых глыб, которые лежали перед Кассельским музеем. как такие огромные руины. Серия черно-белых фотографий, документирующих инсталляцию. На них большая площадь перед зданием городской администрации, засаженная газоном. Здание администрации представляет собой небольшое двухэтажное строение с колоннами и лепниной. На площади свалено семь тысяч базальтовых столбов длиной около метра и шириной около 30 сантиметров. Столбы свалены в груду в форме треугольника. Длина треугольника – около 20 метров. Кассель – это город, который очень пострадал во время войны. Действительно был в руинах. И вот эти самые руины Бойс таким образом как бы воссоздает в нем. И то, что предлагал Бойс, это огромная акция, которая до сих пор влится, это посадить семь тысяч дубов. И как только сажается дуб, который сажается по всему касселю, один из этих базальтовых блоков вытаскивается из этой кучи и ставится у основания этого дуба. Таким образом, эти руины расчищаются, и руины превращаются в эти самые разрастающие леса, которые рощи, которые сейчас прорастут в касселе. И не только в касселе, потому что еще один вариант, еще что-то из этих семи тысяч дубов растет в Нью-Йорке. Там эта акция перешла на другой континент. Дубы, судя по всему, сажаются до сих пор, потому что есть совсем молоденькие дубки, под которыми стоят эти базальтовые глыбы. То есть это акция, которая продолжается. Это некое преодоление памяти, преодоление истории, потому что руины, которые зарастают лесом, которые зарастают бульоном. И при этом это превращение вот этих самых памятников или надгробных плит в некую жизнь. А при этом, видимо, не израсходованные глыбы, стали основой для такой инсталляции, конец XX века, инсталляции, которую вы могли видеть на московской выставке. Вот такие руины памяти, военная история, каменные, которые будет представлять как итог XX века. Цветная фотография, фрагмент экспозиции, просторный светлый музейный зал. На полу хаотично разбросаны базальтовые столбы. На некоторых из них видны высеченные круги. Таким образом, как бы вот эта функция художника-шамана оказывается функцией художника, который является посредниками, представителем людей перед миром природы, перед миром органики, перед миром, который гораздо больше, чем мир, собственно, человеческий, который гораздо больше, чем мир, в котором существует деление на живое и неживое, на живое и мертвое, в котором Блысо пытается коммуницироваться, в котором Блысо пытается привести нас всех, к чему состоял бы социальный проект. Проект очень амбициозный, и проект, вызывающий, достаточно часто вызывавший нарекания в том, что это шарлатаны, что его маме величило, тем временем не сделало, что не мешает ему оставаться одним из самых ярких, и неотменяемых персонажей в истории искусства XX века, и, может быть, последним утопистом, последним художником, который действительно верил в то, что искусство способно изменить мир, причем не только общество, а изменить мир на каких-то его базовых основаниях. Такой последний утопический, авангардный проект. Проект Орла, конечно, в корне был отличен. Фотография Портрет Энди Орхола На черном фоне ярко освещенное оранжевым светом мужское лицо. У Энди Орхола прямоугольный овал лица, широкие черные брови, прямой немного вздернутый нос, на щеках впадины, белые волосы чуть выше плеч торчат в разные стороны.